Я не был очень доволен тем, что он это сделал. Ну, как говорит, своя рука владыка, режиссёр может делать. В общем, кино – это же ведь режиссёрское искусство. И когда режиссёр – автор своего кино, только тогда получается настоящая картина. А иначе кино нету, получается. Это ремесло. Тогда, может, что любой человек, можно любого человека научить снимать кино, что ли? Это неправильно. Вот. Ну, это ладно, это такое маленькое отступление. Вы знаете, я хотел вам показать одну песню, которую выпустил во время нашей передачи. Она шуточная песня, но не очень, потому что, если вы вдумаетесь, то в каждой шуточной песне обязательно есть какая-то серьёзная подкладка. Иначе нету смысла писать, иначе не потянется в руках перо, а перо к бумаге. Вот эта песня называется «Песенка не про что» или «Что случилось в Африке». Это такая, я её называю, детская народная песня. Под неё хорошо маршировать, а надо у неё маршивать. В жёлтой шаркой Африке и в центральной её части, как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть потопу. В общем, так один шираф влюбился в антилопу. Тут поднялся голдёж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей. Жираф большой, я мой видней, ну и что же, что рога у ней, кричал жираф любовно. Нынче в нашей фауне равны все пороховно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада. Кто-то поднялся голдёж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей. Жираф большой, я мой видней, папе антилоп ему, зачем такого сына? Всё равно, что в лоб ему, что в полму, всё едино. И жирафом взять брюшит, витали остолопа, и ушли к бизонам жить с жирафом антилопа. Тут поднялся голдёж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей. Жираф большой, я мой видней, жёлтой шаркой Африки, не видать идиллии. Льют жираф с жирафикой слёзы крокодильи, только горе не помочь, нет теперь закона. У жирафа вышла дочь замуж за бизона. Пусть жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей. Жираф большой, я мой видней. Извините, у меня немножко расстроилась гитара. Дело в том, что эта гитара очень известного мастера Шуликовского. Он, к сожалению, больше не живёт. И я её не рискую никому дать чинить. Поэтому она всё время у меня чуть-чуть расстраивается, я её быстро поправляю. И, наконец, я бы хотел закончить своё выступление песней, которые я особенно люблю. Песни, написанные для другого моего друга. Почти ни одна картина его не обходится без моих песен. Это Виктор Туров, работает он на «Беларусьфильме». И я для него писал, конечно, песни в основном на военные темы. Но там были и лирические песни. Хотя, в общем, всё лирические песни, это всё то, что ты думаешь. Это твои собственные мысли и твоё отношение. Я не знаю, почему ко мне меня упрекают, почему ты не пишешь лирических песен. Вероятно, путают лирические песни с песнями, значит, с любовной лирикой. У меня есть песни на тему о любви. Я надеюсь, я их спою. Я сейчас готовлю новый диск, новую пластинку. Надеюсь, что скоро это будет записано. И там вы услышите песню о любви. А сейчас... Так. Кто сказал? Всё сгорело дотла. Больше в землю не бросите себя. Кто сказал, что земля умерла? Нет. Она затаилась на время. Материнство не взять у земли. Не отнять. Как не вычерпать море? Кто поверил, что землю сожгли? Нет. Она почернела от горя. Как разрезы траншей легли. И воронки, как раны сияют. Обнажённые нервы земли. Неземное страдание знают. Она вынесет всё, переждёт. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поёт? Что она замолчала навеки? Нет. Взвинит она стоны глуша. Из-за всех своих ран, из-за души. Ведь земля — это наша душа. Сапогами не вытогдать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет. Она затаилась на время. Благодарю вас. Любовную брось. Пожалуйста. Пожалуйста. Баллада о любви, которая тоже, к сожалению, не состоялась в фильме... Ещё раз, можно ли сочетать? Пожалуйста. Я хочу вам спеть песню из многочисленных упрёков, которые содержатся тоже в этой почте гигантской, которая сейчас вот... Из письм... В письмах, которые я сейчас получаю, это упрёк в том, что я не пишу любовные лирики. Это неправда. Я писал песни о любви, безусловно, и писал всем своим жёнам, особенно теперешней своей жене. Но это наши личные песни. Кстати, она сама пела мои песни, написанные специально для неё, и пела их по-русски. И есть запись. И сейчас вместе с болгарами выпущена пластинка, где она тоже, по-моему, поёт. И в картине у Виктора Турова, в самой последней его картине, звучат две песни в исполнении Марины. Она поёт их на русском языке. Текст и музыка моей. А я вам хочу спеть песню, которую, возможно, вы никогда не слышали. Это первый раз. Песня называется «Баллада о любви». Должна она была звучать в фильме «Стрелы Робин Гуда». Когда вода всемирного потопа Вернулась вновь к границе берегов, И с пеной уходящего потока На сушу тихо выбралась любовь И растворилась в воздухе до срока, А срока было сорок сороков. И чудаки Ещё такие есть Вдыхают полной грудью Эту смесь И ни наград не ждут Ни наказания И, думая, что дышат Просто так Они внезапно Попадают в дар Такого же Неровного Дыхают Я поля Влюблённый По стилю Пусть поют Во сне И наяву Я дышу И значит Я люблю Я люблю И значит я Живу И много будет странствий с Китани Страна любви Великая страна И с рыцарей своих для испытаний Всё больше станет спрашивать она Потребует разлук и расстояния Лишит покоя, отдыха и сна Но вспять безумцев не поворотить Они уже согласно их заплатить Любой ценой И жизнью брезгнули Чтобы не дать порвать Чтоб сохранить Волшебную Невидимую нить Которую Меж ними Протянули Свежий ветер Из братых Пьянил С ног его сбивал Из мёртвых Воскрешал Потому что Если Не любил Значит и не жил И не дышал Но многих захлебнувших С любовью Не докричишься Сколько не зови Им счёт ведут Молва и пустов в слове Но этот счёт Замешан на крови А мы Поставим свечи в изголовье Погибших от невиданной любви И душам Их дано Бродить в цветах Их голосам Дано Сливаться в такт И вечностью Дышать Под Надыханье И встретиться Со вздохом На устах На хрупких Переправах И мостах На узких Перегрёстках Мироздания Я поля Люблённым Постелю Пусть поют Во сне И наяву Я дышу И значит Я люблю Я люблю И значит Я Живу Извините за бедность Сопровождение Потому что Эта песня Должна была звучать С большим оркестром С экрана Всего доброго Спасибо большое Субтитры создавал DimaTorzok